Вообще, я обычно в роликах много не матерюсь, но сегодняшний будет исключением. Я предупредил, начинаем. Будьте здоровы, бояре! После переносов несметных вышла наконец игра, что смутаю называется. На государевы деньги сделанное, да за 2000 рубликов с релиза продающаяся. Коли с каждой дырки нынче с удачат о ней, то и мы в стороне не останемся. На канал VSG вас попасть угораздило, а зовут меня здесь Хэдэнсайдом. Так узрите, форматец под лупою, да обзор наш на смуту отведайте. Первонаперво, православный, я должен вам кое в чем признаться. Не ждите от обзора этого чопорности звериной, пожалуйста. Поскольку с серьезным лицом о творении данным рассуждать не получится, долго я тайну великую держать не буду. Не случилось чудо чудного. Залупа у наших творцов получилась. Геймплей этой игры создан как будто специально для того, чтобы вы с первых секунд оставили все надежды и приготовились к тому, что будет ждать вас дальше. Боевка местная. Аки цирк ебучий. Все сделано так, чтобы сурманы проклятые, что души темные делали. В охуях прибывают. Я такой ебучной управляемости не видел уже очень давно. Все развороты ощущаются так, словно я управляю не человеком, а гусеничным мехом из арморткор. Раскладка? Мое почтение. Сломайте мне из милосердия пальцы, пожалуйста. Выглядит все это, как драка мешков с говном, вооруженных палками. Нам насыпали разнообразие в вооружении, чтобы мы могли менять свою тактику по ходу битвы. Но с такой реализацией управления делать это необходимо так же, как брать весло в баню. В этом нет никакого смысла. Нет, задумали здорово. Меч больнее, а копье длиннее. Да только мы есть одно, но злоебучее. Хитбоксы тут абсолютно радомные. Так что угадать дистанцию сможет разве что провидец. Причем палкой по ебалу тебе может прилететь прямо в момент перехода из диалога в бой. Да еще не единожды, что не контрится. В общем, каждый бой с самого начала заставляет тебя молиться о том, чтобы все это побыстрее закончилось. Вместо драки можно воспользоваться стелсом, но я, блядь, даже говорить ничего не буду. Смотрите футаж. А что тут есть кроме боев? О заявленной исторической достоверности судить не возьмусь, я некомпетентен. Должен только заметить, что некоторые декорации в игре обставлены с любовью. И то же самое я могу сказать и о сюжете. Хуху его знает, может оно все так и было. Но если вы посмотрите на то, как все это преподносится, вы охуеете. Диалоги написаны и поставлены, из рук вон плохо. Этот мерцающий экран может заменить вам моргание. Озвучка? Блядь, ебучая озвучка. Гугл-переводчик какой-то. Видишь бревно? И я вижу. Руби его смело. За день и ночь я путь ведешь, тебе умение, а нам для печи растопка. Кстати, вот то самое бревно, о котором идет речь. Может, я что-то не знаю о бревнах? Вот вроде русский, оригинальный язык игры. Но студия вообще не удосужилась проследить, как все это звучит. И это дело привычное. Про рыбалку и охоту чего только не расскажут. Вот и я, помнится, матерого кабана. Да ты бы и собаку, блядь. Ты о чем, парень? Я же просто Зайцев. Эх, ладно, поехали. Если многие актеры хотя бы пытаются отыгрывать манеру говорить на старый лад, то главный герой звучит как попаданец из нашего времени. Точнее, как пацан из подворотни. А есть и вовсе вот это. Сын-то у реки выходит, а вход с другой стороны, во вражке. Век искать будешь, не найдешь, ага. Если найдешь, в ловушках хитрых сгинешь. Еще в игре есть катсцены, да токмо поставлены они ебаненько как-то. Вот на нас нападают волки, показывают какой-то экшен, должна начаться драка. И вдруг, нежданно-негаданно, еблысь и стоишь ты в поле чистом. Да не вдупляешь ни пизды, что происходит вообще. Квесты сами по себе вроде задуманы и интересно. Но диалоги, не учитывающие камерности происходящего, превращают их в клоунаду. Вот пример. Знакомимся мы с челом, и он нам рассказывает о том, что обещал помочь монастырю с проблемой. Да вот дел по горло, и никак не успевает съездить и выполнить обещание. Мы все понимаем. Занятой человек. Берем дело на себя, но тут выясняется, что до монастыря этого 50 метров. Ладно, хуй с ним. Ну, очень занятой человек, видимо. Приходим туда, а местный настоятель сообщает, что, мол, повозки зданию перестали приезжать. Может, случилось чего? И он бы сам проверил, или людей отправил. Да путь не близкий, мало ли что в дороге приключится. И посылает нас, сука, чуть ли не в соседний дом. И когда мы оттуда возвращаемся с новостями, еще и выдает что-то в духе. Быстро ты оборотился, видать, конь у тебя добрый. Хуёнь, блядь. Затем мы возвращаемся с докладом к тому занятому челу, который за 50 метров живет. А он сидит и хуй пинает. Да еще и сообщает, что пока нас не было эти 3 минуты, уже было собрался все бросить и сам пойти все сделать. В итоге квест выглядит так, будто два ленивых долбоеба, живущих в минуте ходьбы друг от друга, посылают нас все разруливать на соседнюю улицу, лепя смехотворные отмазки. И это не я. Это разработчики их такими выставляют. И это еще наши. И на верцу тут вообще, что не немец или лях, то чертила ебаная. Кстати о добром коне. Он тут есть, причем явно волшебный. Потому что материализуется из воздуха и в нем же растворяется. Жаль, что у этой волшебности есть и побочные эффекты. Каждая травинка может стать для него непреодолимой преградой. Поэтому через каждые 2 метра он на ровном месте спотыкается и сбрасывает нас. Короче, проще угрюмо пиздавать пешком. Я даже распинаться особо не буду про техническое состояние. Текстуры не прогружаются, вода ведет себя неадекватно, повсюду искрят артефакты, а невидимые стены попадаются в абсолютно рандомных местах. Один раз я слез с коня и застрял на месте, не имея возможности двигаться. Один раз волк провалился под землю, залочив мне квест. Про фпс и зависание вообще молчу. Моя 4070 Ti, видимо, к такому некс-гену не готова. В общем, полный пиздец. Не буду врать и скажу, что я не стал проходить смуту до конца, изменив своим же правилам. Я всегда пересиливаю себя и добиваю игр до финала. Работа такая. Но это невозможно терпеть. И более того, чего бы горе-творцы там не надобавляли позже, какие бы повороты не предложил сюжет, это невыносимо тупо игромеханически. Такое не фиксится и не раскрывается. Может быть, если будет спрос, да пройдем на стриме. И вроде так странно это все, да дивиться здесь вовсе нечему. Просто разработчикам похуй было, да и клешни оказались. И задуса. То, что люди эти ужасные, из всего совершенно не следует. Но все-таки денег государевых из казны им напрасно выделили. Только удача им пожелать остается, да работу над ошибками провести посоветовать. На канале VSG сейчас были вы. Хэд-инсайд ребятне сказ сей сказывал. На канал дружно все подпишитесь, да и лайков для нас отгрузите-ка. До скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...